приветствую вас домики для цитруса сегодня мне нужно пересадить один манго и один манго я хочу привить один манго у меня будет расти из косточки это из моего плода уже полученный саженец такой и хочу посмотреть на какой год он заплодоносит домашних условиях будучи в горшке это очень интересно и тем более я знаю какой именно это сорт я садила и посмотрим сохраняться ли сортовое качество саженец хорошо подрос и ему нужна пересадка вот моя рабочая зона на сегодня высоком худом горшке это был культурный манго но он пропал он пропал не у меня я всего лишь купила а этот подвой ну уже там пауценки то есть вот культурный пропал прям хорошо попал поскольку у этих манго высокая прививка и он дал два отростка даже три отростка вот этот маленький хиленький я удалю вот этот вот он легко отломался а на эту рогатку отросла вот такая рогатка но хорошая же лист хороший зеленый и он не пересаживался я его пересажу уже после прививки а пока я его привью растить из этого дикаря непонятно кого я не знаю на что они прививали потому не будем его привью это вот мой экземплярчик привитый в мае двадцатого года и я хочу ему тоже заменить освежить грунт вот он привиты прививка была сделана вот таким способом все отлично растет а этот экземпляр это из косточки манго сэнсэшнл он тоже хорошо подрос и уже очень быстро пересыхает потому я ему увеличу горшок именно он будет как экспериментальный тем более он тут тоже вот раздвоился у него есть рогатинка то есть буду за ним наблюдать вроде как говорят что манго из косточки зацветает на пятый шестой год домашних условиях или просто это травма листочка молодого и там ночью и я хочу понаблюдать о нем тем более что что я садил я знаю я подписала бирка подписано и подписано когда его села я его посеяла осенью 19 года было посажено зернышко он подрос хорошо подрос хорошо выглядит я ему увеличу горшок и все и буду ждать начнем с пересадки сначала освежу грунт этому вот экземплярчику ему горшок увеличивать не нужно выглядит он замечательно ну я насыпала осмокот и хочу ножичка это все освежить не по какой-то там проблеме может быть свежего грунта даже подсыпать придется на низ чуть-чуть отряхнул прям весь ком а все и осыпалась корней у него немного к сожалению я думала будет больше странно ну ладно возможно был залив возможно имел место залив потому смена грунта пойдет ему на пользу грунт грунт обычный мой торфяной субстрат с добавлением перлита с добавлением циолита и этой лавы потому что мы разбирали какой грунт у манга у них он всякий разный и с укальками и с непонятной щепенкой с непонятными камнями потому примерно так же я тоже делаю то есть я обязательно добавляю гравий мелкий или же циолит ну лаву тоже добавляю потому что попадались в кусках очень в этих в грунте попадались большие куски лавы и еще не мешало бы добавить несколько угольков сейчас я так и сделаю за углями мне далеко ходить не надо рядышком мангал потому беру просто угольки напомню еще раз вам нужны именно угли из мангала не те которые продаются в пакетах потому что они обработаны средствами для розжига если вы сразу не замешали то можно просто добавить их несколько штучек просто в грунт вот и все и можно не переживать ничего у нас там не закиснет и не закинет все этому экземплярчику грунт подменен пусть себе дальше наращивать корни обязательно полю его ради фармом и уделю ему немножечко внимание потому как корневая система могла бы быть и чуть-чуть получше развита ну значит имела места залив для экземплярчика из зерна я возьму ведерко на 5 литров сначала отряхну ему грунт он хорошо пересыхает уже быстро и на дне вон есть следы следы червяка у этого ком ком держится хорошо значит корни тоже получше сейчас посмотрю внимательно потому что вот в блюдечке у него такие следы червяк оставляет сейчас посмотрю червяка в грунте у манго мне бы не хотелось иметь может быть будет виден может быть и не будет виден вот у него земляной ком хорошо держится и корни вот вот они как сеточкой единственное что у манго черные корни и так как мы привыкли увидеть у цитрусовых что достаем и оплетено все белыми корнями то у манго это не так их не видно хорошо и достаточно червяка я тоже не вижу по всей видимости есть какой-то мелкий видать попала личинка или яйцо с предыдущим грунтом потому что я его здесь не наблюдаю а сильно растормошить ему корни я не хочу здесь держится все отлично хорошо прям потому я его просто перевалю и все поставить здесь вот в этот уже грунт я добавлю несколько угольков перемешаю то есть они могут быть вот такие вполне нормальные даже крупные кусочки смело добавляйте вот и посажу этот экземпляр есть информация что манго нет без прививки зацветают на 5-6 год вот очень интересно сохраняют ли они свои сортовые качества вот сверху он немного грунт просыпается потому его так по краям просыпать сохраняет ли он свои сортовые качества потому это будет прекрасная прекрасный способ проверить более знает какое семечко я садила и какие вкусовые качества у него и не просто зная а даже есть ролик с плотиками так что хоть бы это все получилось это вообще четыре года подождать посева было в 19 году экземпляр на данный момент хорошо подрос так что осталось немного надеюсь дождемся и все у нас получится делать на манго прививку принципе не сложно нам нужен сам дичок черенок от культурного манго желательно сортовой и все и смело делать вся заквозка где взять черенки черенки можно привезти с отдыха нужно съездить египет отдохнуть и привезти оттуда черенки найти сначала манго где растет манго сейчас как бы из-за карантина дешевая туры очень много людей я знаю ездят в египет отдыхать попросите друзей ну или же у любителей у кого она растет но срезать черенки с манго это проблема она не дает много приростов домашних условиях и каждый прирост на данный момент заканчивается цветочной почкой то есть у него есть завязи резать такие конечно же никто не будет потому что все хотят увидеть плод нужно ждать пока она отрегулирует зависти что сбросит что не спросит когда даст новые приросты и что можно обрезать из-за этого срезка черенков на продажу очень усложняется именно их отсутствие потому что просто нечего резать вот я на своем большом черенке манго сенсейшн срезала два штучки и сюда его привьем на эту рогатку я сделаю две прививочки потому позаботьтесь о том где вы раздобудите черенки манго вот здесь сейчас листочек уберу срежу вот эту верхушечку и у меня хороший такой вот несколько сантиметров этого прироста для прививки как раз мне один черенок потолще один черенок потоньше в диаметре и точно также сделаю с этим манго то есть они растут вот волнами выдала прирост сверху у него такая несколько приростов несколько листочков и голый стволик как раз хорошо для манипуляций для прививок вот так что на это прививки и сделаем обматывать срез я буду лентой прививочной моя лента вот такая она вот берется на сегменты и она три сантиметра в ширину вот три сантиметра что был комментарий а я до сих пор еще не мерила сколько она сантиметров ширину вот черенки были заготовлены и они стоят в воде пока я начну все манипуляции еще мне понадобится два вот таких высоких zip пакета то есть первое манго когда я делала прививки я всю прививку обматывала прививочной лентой ну что я видела такой опыт потом уже я увидела и с пакетами на голове и естественно также делала то есть тоже хорошо нормально приживается эти листья нужно удалить чтобы нам было куда одевать пакет застегнуть его и чтобы нам ничего не мешало там против мешать ничего не должно теперь вот у меня череночек он потоньше он тоненький и он подойдет сюда делать прививку я буду в расщеп обрабатывайте ваша манка от крепковых заболеваний но поскольку он все равно по двое толще чем привой я сделаю срез не по центру а сбоку сделаем не по центру разреза немножечко сбоку чтобы наш черенок зашел и не выпирал то есть я разрежу глубоко черенок у меня тоже худой и высокий и я могу сделать срез довольно таки высоким просто вот так вот на клинышек зачищаем с двух сторон делайте ваши черенки повыше срезом потому что первый раз можно промазать и срезать все все как бы приходит с опытом все лохмоть и убираем черенки руками не трогаем вставляем примеряем вот если не по центру срезать а немножечко сбоку то получается в расщеп и все совпадает вот и стрелялись совместили все совпало по краям и смело заматывать смело заватывайте вашей лентой сми эта лента очень нравится хорошо растягивается более если она свежая правильно хранилась она не рвется она остается очень долго эластичной и сама потом прилипает то есть дополнительный какой-то завязывание угол узлов ей не нужно просто обмотали замотали притянули она очень плотно прилипает нет воздуха и вообще на саморазрушающийся но в домашних условиях она разрушается плохо и все равно нужно через какое-то время снимать листья можно как обрезать так и не обрезать вот я обрезать не буду пусть будут себе может и обрежу увлажняем листья увлажняем наш зип пакет в процессе прививки пока буду это все прививаться листья могут отвалиться это не страшно главное чтобы сам черенок не портился у меня там есть прививки где листочки у меня наполовину были срезаны эти же оставим все отделе наш зип пакет поправили все листочки застегнули ниже прививки и остается только подождать набраться терпения вот мы как застегнули время от времени проверяйте если влага если нет то дополнительно обшикать итак первая прививочка готова получилось замечательно осталось только на штации результата а теперь вторая вот у меня черенок которому я уже что-то срезала то ли он отрегулировал завязи и прирост был то ли прошлый раз черенки и вот такой пенек некрасивый я бы хотела его убрать так он не сломывается добровольно тому я его срежу на новый когтерез очень кстати классно у него два краешка острые они движутся друг на другу встречу навстречу и не зажимают не зажевывает а красиво ровненько срезают удалю немножечко листьев нижних и эти листья немного подрежу ножницами листья я подрежу потому что их будет много на этом черенке и они просто не поместятся в пакет потому листовую пластину можно укоротить так вот сейчас посмотрим что у нас тут а этот идеально совпадает здесь будет идеальное совпадение мы делаем просто врачи надо бы пониже поставить там то что будет плохо видно есть совпадение подвоев и привоя одинаково потому отлично получится вращу именно по центру точно также зачищаем наш по зарезаем наш подвозь двух сторон на клин делайте это острым ножом секатором чем вам удобно и обязательно запасом берите черенок и режьте аккуратно потому что можно срезать замахнуться и порезать вот смотрите совпадает идеальненько остается замотать и одеть пакет прививается манго легко проблема вся в черенках именно черенках и я предпочитаю делать манго прививки манго когда уже тепло когда прям хорошо тепло и жарко что по холоду у меня прививки например почему-то не получаются почему так я не знаю а когда наступает жара и тепло и прививки манго авокадо хорошо приживаются то мы попробуйте вырастить добыть черенок подождать пока вам смогут срезать черенок что черенки срезать это реально проблемно вот и потом все же хотят получить домашние плоды она не просто кромсать это все но прививки вот все готово режется и подвой и привой легко так что никаких усилий здесь прикладывать не нужно просто найти и вырастить и по двое тоже сложно вырастить из манго из покупных манго они срываются зелеными они недозревшими косточки прорастают очень плохо так что сеансы получить если получилось прорастить то это тоже уже хорошо вот и всех делов то взяли привели все манго привита манго пересажен и одному сделано подмена грунта потому как что-то проблема с корнями этот подвой был в активной фазе роста вот у него молодой прирост потому я надеюсь что прививки переживутся хорошо и быстро результат будет будет виден через месяц этот черенок я поставлю на укоренение просто оборву ему нижние листья что их очень много прививать можно и без листьев обмотать просто сам череночек лентой прививочной может так попробую поставить его на укоренение просто воду без всяких там танцев попробуем укоренить в воде есть опыт укоренения и в сфагнуме и в тепличках и я вам попозже еще покажу один эксперимент который у меня случайно получился вот эти вот листья черенок очень маленькие листья очень огромный потому я подрежу пожалуй здесь я тоже подрежу то что листья очень огромные не будут испарять много влаги мы сделаем вот так вот и поставим воду на укоренение о результатах я расскажу через месяц и прививку покажу и получилось ли укоренить результат сегодняшнего дня манку подменен грунт и нужно ему бы корни нарастить так что полить обязательно ради фарма после пересадки этот остается экземплярчик не привитый выращен из косточки и вот такой дикарь привитый а то есть смотрите даже если у вас пропала манго не торопитесь это выбрасывать срежьте и подождите он может дать прирост и кстати он остается на данный момент в своем грунте родном котором приехал он не пересажен прирост он выдал хорошие так что то то можно еще разгуляться и попробовать его оккультурить что если у вас вдруг покупной манго из испании пропал не торопитесь все выкидывать просто обрежьте поставьте в угол забудьте на какое-то время иногда только плевать и можно дальше пробовать и экспериментировать через месяц я покажу результаты что получилось из этого всего как прижились прививки как чувствуют себя пересаженные растения от грибковых заболеваний обрабатывать обязательно ваши экземпляры средствами от грибка это препараты на основе меди и ридамил то есть да манго подвержена очень подвержена грибковым заболеванием так что обязательно проводите профилактическую обработку если остались комментарии пишите до новых встреч всех обнимаю пока